МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная морская пехота – это мобильные, хорошо оснащенные и подготовленные войска. Для их доставки используются десантные корабли, катера на воздушной подушке, экрана планы. Рассказ об этом в фильме «Оружие». В годы Великой Отечественной войны части советской морской пехоты проявили себя с самой лучшей стороны. Морские пехотинцы имели хорошую физическую и техническую подготовку, отлично знали оружие, владели особыми навыками, в том числе диверсионно-подрывным делом. В середине 50-х в Советском Союзе началось крупнейшее сокращение вооруженных сил. Было демобилизовано около полутора миллионов военнослужащих. На переплавку отправились десятки боевых кораблей, тысячи самолетов, танков и другой боевой техники. Не остались в стороне от этих процессов и части морской пехоты. В 1956 году министр обороны СССР, маршал Советского Союза Георгий Жуков подписал приказ об их расформировании. Военное руководство страны верило, что в наступившую ракетно-ядерную эпоху такой род сил, как морская пехота, окажется бесполезен и содержать его бессмысленно. С годами маховик холодной войны раскручивался все сильнее. Противостояние двух сверхдержав выражалось не только в ракетно-ядерной гонке. Разворачивалась борьба за расширение сфер влияния в мире. Особая роль при этом отводилась военно-морскому флоту, как одному из самых мобильных видов вооруженных сил. Однако для того, чтобы самостоятельно решать задачи стратегического масштаба, флоту были необходимы специальные формирования. Огромную роль в становлении морской пехоты в послевоенный период сыграл генерал-полковник Иван Скуратов. Он стал первым командующим береговыми войсками Советского военно-морского флота. Возрождение морской пехоты началось на Балтике. В июле 1963 года из состава войск Белорусского военного округа Балтийскому флоту был передан 336-й гвардейский белостокский орденов Суворова-Александра-Невского полк. Его переформировали в одноименный отдельный полк морской пехоты. Основой организационной структуры полка и образованной на его базе бригады морской пехоты стал отдельный батальон. Что в нем находилось? Это три роты пехотных, противотанковый взвод, СПГ, взвод ПО «Стрела-2», минометная батарея, взвод обеспечения и взвод связи. Это была единица батальона, которая выполняла самостоятельную задачу в любой точке. Своя печать, свое знамя, свой командир. Ну и, естественно, техника, соответственно. Техника батальоны и ноны, самоходы, на базе БМД, минометы. Для высадки морских пехотинцев создан целый флот универсальных десантных кораблей. Больших, средних и малых. Среди них особо выделяются быстроходные катера и корабли на воздушной подушке. Они могут наносить мгновенные точечные удары, даже в условиях, насыщенные электроникой современной войны. Суда этого типа можно считать идеальными перевозчиками. В общем, преимущество воздушной подушки по отношению к кораблям. Получается то, что корабль на Балтике, допустим, у нас на Балтике, очень мелкая береговая линия. Поэтому близко корабли не могли подойти к берегу. А воздушная подушка, это уже моментально все высаживались. Это получалось намного быстрее. Первый эшелон, потом сначала идут воздушная подушка. Высадились парашютисты, там где-то с берега прыгали до ШБ. Морской пехоты специально были подразделения. А потом уже шел второй эшелон, это высаживались с кораблей. Среди судов, которые поступали на вооружение морской пехоты, особенно выделяются корабли на так называемой динамической воздушной подушке. Экранопланы. Их скорее можно считать самолетами, чем кораблями. Принцип движения такого аппарата – экранный эффект. Он прост. Подъемная сила резко возрастает при движении на высоте нескольких метров над поверхностью. А самой ровной поверхностью обычно является вода. При большой скорости водная гладь становится твердой и упругой, как взлетная полоса аэродрома. У боевых аппаратов такого класса есть серьезные преимущества перед обычными кораблями и самолетами. Низколетящие экранопланы невидимы для радаров. Они не нуждаются в аэродромах. Им не страшны противодесантные и минные заграждения. Аппараты их просто перелетают. В Советском Союзе к созданию экранопланов приступили в конце 50-х годов. Больших успехов добился коллектив конструкторов под руководством Ростислава Алексеева. Алексеев Ростислав Евгеньевич. Выдающийся кораблестроитель. Создатель судов на подводных крыльях, экранопланов, экранолетов. Автор двух революций в судостроительном деле. Лауреат Ленинской и Государственной премии. Годы жизни 1916-1980. Работал на Горьковском заводе «Красное Сормово». В 1954 году возглавил Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях. На Горьковском водохранилище для исследования экранного эффекта была построена специальная испытательная станция. Первые эксперименты увенчались успехом. От небольших макетов постепенно перешли к испытанию полноразмерных моделей. В 1961 году совершил полет первый советский экраноплан SM-1. За следующие шесть лет было разработано, построено и испытано около десятка экспериментальных машин. В 1966 году на свет появился новый экраноплан Алексеева. Внешне он был похож на самолет, но его корпус проектировался и строился по корабельным правилам. В то время это был самый крупный летательный аппарат в мире. Он вошел в состав Советского военно-морского флота и долгое время испытывался на Каспийском море. Проект имел индекс 902КМ – корабль-макет. Эксперты НАТО, которые получили спутниковые фотографии этого исполина, назвали его «каспийским монстром». КМ – экспериментальный экраноплан. Длина – 92 метра. Высота – 22 метра. Размах крыльев – 37 метров. Максимальная взлетная масса – 544 тонны. Максимальная скорость – 500 километров в час. На переднем пилоне «каспийского монстра» находилось 8 турбореактивных двигателей тягой по 10 тонн каждый. На Киле стояли еще два таких же двигателя. КМ был настолько устойчив, что мог летать даже с выключенными двигателями без управления. При этом он отслеживал каждый изгиб рельефа. Экраноплан был способен совершать крутые развороты с большим креном и касанием крыла о воду. Его испытания на Каспии продолжались почти полтора десятка лет. Но для крупносерийного производства избрали более скромный вариант, который носил название «Орленок». Его испытания начались в 1972 году. В отличие от своего исполинского предшественника, «Орленок» был не экранопланом, а экранолетом. Он мог на долгое время отрываться от экрана, подниматься на высоту двух километров, летать, как обычный самолет и садиться на землю. Аппаратов такого класса до сих пор нет на вооружении нигде в мире. «Орленок» – транспортно-десантный экранолет проекта 904. Длина 58 метров. Высота 16 метров. Размах крыльев 32 метра. Максимальная взлетная масса 140 тонн. Максимальная скорость 400 километров в час. Силовая установка. Турбовинтовой двигатель мощностью 15 тысяч лошадиных сил. Вооружение. Спаренный крупнокалиберный пулемет. «Орленок» мог принимать 120 морских пехотинцев или два плавающих танка. Его рубка, она же кабина экипажа, откидывалась на бок. После этого выдвигалась носовая аппарель для выгрузки техники. В 1984 году, после успешного окончания государственных испытаний, экранопланы были приняты на вооружение. Советский военно-морской флот получил корабли с неслыханными возможностями. Теперь черные береты могли высаживаться на побережье в любой точке Мирового океана. Предполагалось построить два десятка аппаратов типа «Орленок» и создать новое десантное соединение на Балтийском море. Но все ограничилось только пятью машинами, которые остались на Каспии. В 1987 году был построен еще один уникальный экраноплан – боевой ракетоносец «Лунь». Он вооружался шестью противокорабельными ракетами «Москит». Это настоящий охотник за плавучими крепостями. Один его ракетный залп способен потопить авианосец. «Лунь» был выпущен в единственном экземпляре и с 90-го года базировался в Каспийске. Американская фирма «Боинг» разрабатывает собственный экранолёт, предназначенный для переброски морской пехоты и боевой техники. Проект называется «Пеликан». Экранолёт длиной 150 метров сможет перевозить 1400 тонн груза на расстоянии 16 тысяч километров. Размеры грузового отсека позволят ему брать на борт 17 основных танков М1 «Абрамс». Морскую пехоту сейчас невозможно представить без плавающих танков и бронетранспортеров, без собственных мощных противотанковых установок и артиллерии. Вся боевая техника «Чёрных беретов» самоходная. Она способна не только хорошо плавать по воде, но и быстро передвигаться по суше. Все машины морской пехоты, боевые и специальные, имеют повышенную проходимость. Сегодня части морской пехоты готовы к проведению десантно-штурмовых операций как с моря, так и с воздуха. Для этого матросы проходят парашютную подготовку и обучаются высадке с корабля, десантного самолёта и вертолёта. Современная морская пехота способна решать задачи стратегического масштаба. Она может воевать в горах и пустынях, в городе и на берегу. Не случайно девизом морских пехотинцев служат слова «Там, где мы, там победа». Субтитры создавал DimaTorzok